ой тут паучкии! привет! кто-то рассказал жене! а еще тут мышь сидит! разрушительное ранчо а сперва у меня вам привет тут ребят с крупнокалиберного переполоха они там продолжают взрывать крушить глумиться короче развлекаться по полной ни в чем себе не отказывать огнестрельные утехи у них поставлены на широкую ногу и я вообще ни разу не шучу ключевые слова тротил рпг-7 подствольник свд гранаты rgo rgd f1 крупнокалиберный пулемет утес и да там все настоящее взрывающиеся и стреляющие на днях столкновения с реальностью не выдержал сейфики скоро будут новые выпуски поэтому бегом к парням по ссылке в описании и смотрите их ролики до конца потому что в каждом розыгрыш а потом вертайтесь взад смотреть как мэтт с бульдозером бьется привет на наше новенькое место съемки разрушительного ранчо если не виделись сходите на офзеренч гляньте как мы это местечко для съемок нашли как его обустроили и вот сегодня у нас первый ролик разрушительного ранчо с новенького так сказать разрушительного ранчо тут мы походу все ролики снимать отныне будем потому что это нафиг лучшее место во всем мире как вы ребят знаете мы на разрушительном ранчо проводим самые злободневные тесты мифов оружейной поп культуры вам на радость и сегодня у нас именно такой тест вы наверняка слышали о фильме этом свежачок боевичок кажись в кино его уже нет но на пленке найти можно потому что древний он фильм этот вышел когда я под стол пешком ходил по моему из девяностых он может слышали смертельное оружие а часть ну кажись четвертая а 4 было ну по моему четвертая короче в фильме этом главный герой играет его мэл гибсон известный также как риггс арестовывает паренька на улице нуу сперва они там видели как бандюки бронебойными стреляют и вот паренька он арестовал забрал его пушку и оказывается у парнишки этого заряжены пули убийцы полицейских то есть бронебойные и вот они расследуют откуда эти пули пушку держат у себя сюжет продолжает развиваться перематываем настройку под конец фильма риггс настройки этой отстреливается от плохишей с напарником дэнни гловером направо и налево косят этих скотин бах 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 и тут появляется главарь а вы сами знаете главари очень страшные и мощные и завалить их очень сложно риггс падает на землю вот так главарь прыгает в бульдозер вот в такого и риггс такой да пофиг кончились патроны и пули не пробивают а тут напарник дэнни кидает ему пушку того паренька с бронебойными пулями они конеч пробивают пронзают ковш убивают плохиша фильму конец и хорошие парни победили интересно насколько это реально и вот я чего достал это громадный ковш думаю он с эскаватора снят неуверен сейчас сказать но взял я его на местном алито есть тут проржевевшие местечки но в целом он в норме и выглядит очень крепким очень тяжелый весит под полтонны ну видите металл тут крайне толстый на углах они так неслабо укреплены но вот здесь он будто бы тонковат так что я не знаю пробьют его пули или нет мы попробуем на прочность и тонкую однослойную часть и мощно толстые края тоже и посмотрим на что способен ковш бульдозера или эскаватора или с чего он там может быть еще я не знаю даже вы ребят если знаете напишите это от бульдозера или с экскаватора или это тракторная лапа хотя слишком здоровая наверное да не знаю но это здоровенный ковшик так что постреляем по нему и посмотрим насколько он пуль непробиваемый также стрелять мы будем сзади потому что в фильме в него стреляли с этой стороны но я думаю если так стрелять пулька вполне может срикошетить и прям в меня то и прилететь так что сегодня стреляем сзади чтобы пуля била или под прямым или под тупым углом и уходила дальше и не ну блин не прилетала в меня короче думаю будет логично сперва пальнуть с такой же пушки как в фильме это беретта в калибре 9мм конкретнее у мэтта беретта м9а3 в девичестве просто 92-я различные версии этой модели с 80-х годов появлялись в каком-то нереальном количестве фильмов а военный вариант этой красавицы м9 стандартный пистолет армии сша уже четвертый десяток лет впрочем в других странах эта итальяночка тоже вовсю используется и хорошие новости у желающих прикоснуться к легенде есть на это все шансы вот эта самая беретта даже лицензия не нужна это охолоченная версия стреляющая свето звуковыми но ощущение передает и давайте признаем в кадре смотрится отлично кто заинтересовался под роликом оставлю ссылочку продолжаем давайте посмотрим, че она сделает она хоть коцнула? нифига, ухты значит 9мм оболочечная пуля, т.е. максимально пробивающая попала вот сюда ии даже не оставила коцочки а это самый тонкий слой ковша значит пока фильм не лжет я правда не знаю, че у них там за бронебойные копобойки были, точнее я думаю они были выдуманные так что мы стандартно повышать калибр будем пока не зарешаем этот ковш лады бенель м4 и стрелять щас будем патрончиками вот pdx1, там пулевой внутри и кажись пара картечен еще мощи тут дофига, ну посмотрим что ковшу с такого будет а кажись то же самое да, на вид абсолютно одно и то же значит думаю главный пуль дал сюда ии.. ну сами видите, тут попадания и ошметки во все стороны разлетелись и даже царапки не.. или есть.. не знаю.. ну не особо есть у нас бронебойно-зажигательные патроны 12го калибра.. посмотрим че они смогут кажись нифига не забронебой ли.. на этот раз таки осталась коцочка? а вот вспышки я не видел, но это хотяб покосало сам металл.. но правда тоже не пробило.. очевидно прячешься за ковшом бульдозера и сохраняешь шкуру.. 500ый магнум, вы все спрашивали мэр, где 500ый? сломал его или продал? нет, я его просто ненавижу, не нравится мне с него стрелять, но мне интересно че он тут сделает.. и у меня известная пулька на 700 гран.. весу.. очень большая.. и стрелять ей очень больно.. ладови.. пробьет или нет, вот в чем вопрос.. ёоулы.. отлично веселуха ребят.. блин.. ничего.. вот она.. снова коцочка.. видите, пуля размазалась и расплескалась во все стороны.. ржавчину он даже вокруг подзбивала.. основная часть сюда прилетела.. вмазала короч.. но не пробила.. нормуль, нормуль.. че насчет 357го магнума? из генри с глушаком.. нравится мне ружбайка.. дааа.. так, а все пять смогу? давай, мэт.. ты могешь даже в движении! лады, астрайк выбью.. так, продолжим ролик.. лады, пока вшую! 357й магнум очень быстрый, поэтому я думал, может есть шанс, но кажись.. ниче мы там не пробили.. видимо попали мы вот сюда, куда уже попадали.. но ничего нет.. пора нам браться за винтовочные калибры.. это мдр код дезертек.. в прошлый раз вы ее видели со стволом в 308м калибре, а терия нацепил ствол под 5.56.. поэтому стрелять будем именно 5.56.. родным калибром ар 15ых.. я думаю он пробьет.. ооо да.. насквозь блеен.. вы посмотрите.. и внутри.. да.. эй.. классное эхо.. да.. 5.56 для этой стали не помеха.. а как насчет.. этого мощного краешка.. крепкого и толстого.. лады, попробую попасть по этому краешку.. посмотрим что будет.. вооот наша дырка.. но пуля не смогла пройти насквозь.. видите конец толстого края тут вздут.. пуля считай почти смогла пробить.. ладно.. давайте чето потяжелей.. как насчет старого дружка калашка.. калибр 7.62х39.. пуля эта тяжелее, останавливающее действие мощнее.. но я не думаю что она сможет край пробить.. чуть высоковато дал, щас еще ниже разок.. тут и тут.. едва ли даже царапины.. блин.. окей, я тебя понял.. следующий выстрел может из любимчика фанатов? м1 гарант.. тут калибр 30.06.. пуля размером как в 308ом, но скорость ее намного выше.. значит.. думаю 30.06 пробьет.. это та еще дура.. блин машинеет.. слушайте, я знаю, подвел вас, потому что не было шикарного.. от выброса обоймы.. я блин забыл просто обойму захватить для гаранда.. патрончик в патронник сразу пихал.. я извиняюсь.. нормально будет если я вмонтирую этот звяк.. вот сюда мы попали.. и вновь всего крохотная царапка.. виолы.. это 30.06, у пули этой мощи как у дурака махорки.. но недостаточно чтоб пробить край этого ковша.. но у меня кажись есть кое-чего достаточное.. 50бмг из барретт м82а1.. посмотрим получится ли пробить ковш.. кашисяна не пробила.. ах ты щучий сын.. блин, вы глядите.. окей.. окей.. че.. давайте еще повысим.. это бронебойно-зажигательный трассирующий.. значит щас мы увидим, можно ли ваще пробить этот ковш.. стреляю.. ооо да.. заодно кусы сзади подстригаем.. опять тут какая-то царапинка только.. че блин за нафиг.. какая мощная фиговина.. так, но у меня только одна мысля тут, поверхность под углом стоит.. надо пожалуй поставить его попрямее и пальнуть.. тогда мож пробьет.. вот так будет нормально.. практически ровно.. отойти придется терь подальше, потому что угол не особо безопасный, ну посмотрим че будет.. объентим не будем.. стрельбище еще в процессе у нас.. а, я ж не показал.. это черноносик, бронебойная пулька.. у нее, я думаю, максимальный шанс пробить.. из всех них.. лады.. глядим че станет.. легкотня.. и тут ваще все не рухнуло от отдачи.. ну че терь.. как вы видите, я пенетрировал.. непобедимого ковшика.. и наш главарь да, повержен.. следующий ваши перестрелки на стройки, когда дошли до главаря, имейте ввиду, чтобы пройти бульдозера.. вам надо найти бронебойны и прошить эту броню.. спасибо вам, оставляйте внизу комменты, какие сцены перестрелок из олдскульных киношек вы бы хотели, чтоб я проверил.. спасибо вам за просмотр! люблю вас! и до встречи! я доктор.. типа.. огромное спасибо всем поддерживающим меня на патреоне! отдельная благодарность, дмитрию коваль, анатолию жидкову, владимиру демешко и уфодрайверу!